всем привет я майкл наки это новая сводка с русланом любви вам обсудили что же происходит сейчас в войне россии с украиной где проходят бои самое конечно страшное чего ждем это штурм мариуполя который может состояться в ближайшую неделю поговорили отдельно про полк азов наконец то пора поставить немножко точки над и что это за полк сколько там человек насколько они боеспособны какие у них взгляды детально это все обсудили а также обсудили возможную будущую мобилизацию в российской армии как она может происходить обо всем этом в этой сводке ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал потому что это помогает видео продвигать youtube начал теперь помимо всего прочего что он сделал еще и ограничивать видео поэтому ваша активность она помогает хоть как-то этот барьер преодолевать чтобы больше людей увидела что происходит и так наш разговор с русланом левиева ну последние пару-тройку дней уже одной из главных точек оставили остается мариуполь поскольку во первых он много дней окружен во вторых и уже фактически начинают его штурмовать переводить под контроль российских сил то есть сейчас во первых на вчерашний день российские силы присутствовали уже в пригородах мариуполя во вторых они начинают продвигаться дальше и российские силы заявлять что они уже взяли под свой контроль завод азов сталь непонятно так это или нет мы видели видеозапись где судя по всему просто по заводу ударять то ли или то ли из артиллерии то ли там пока непонятно вот азов сталь под вопросом почему он контролем но вот часть районов в левобережном районе мариуполя они там уже под контролем российских сил действительно и принципе как как и раньше я заявлял средства и сил для деблокирования и принципе освобождение обратно мариуполя у украинских сил нету поэтому скорее всего мариуполь придет под контролем россии там течение там за недели может двух зависимости того как будто и идти бои и когда это произойдет это позволит в сепаратистским и российским силам высвободить ресурсы для того чтобы продолжить операцию вокруг операции объединенных сил то есть по отрезанию украинских войск это направление с и со стороны изюма сейчас поступает информация что российские силы контролируют северную часть города пробежная откуда они уже дальше могут создавать угрозу северодонецкой агломерации и городу лисичанску и дальше продвигаться там в сторону юга юго-запада пытаясь встретиться с направлением которое двигается стороны гуляй поле и так мак и тем самым как бы отрезать украинские силы сконцентрированы в этом в этих районах тому от основной группировки вот но пока они конкретно в этих направлениях немного буксуют не так быстро продвигать краски потому что силы заняты в мариуполе вот и и пока с мариуполя силы не сняты не переведены туда то видимо вот замкнуть это оставшийся отрезок в 100 километрах и них видимо пока не получится с мариуполем связано отдельный интересный забавный инцидент который произошел вчера в очередной раз рамзан кадыров публикует видеозаписи своих кино героев в этот раз мы увидели как там кадыровцы в неравном бою смогли победить многоэтажку вот в котором забаррикадировалась целая одна нашивка полка азов вот и потом они из подвала выводили соответственно каких-то мирных жителей которые якобы в подвале сидели с гордостью на камере показывают что вот они победили непонятно кого потому что в итоге ведь видео не показывают там не уничтоженную технику не какие-то там огневые позиции не показывают тело погибших каких-нибудь там азовцев а если представим что судя по видео якобы они окружили многоэтажку и стреляют там якобы по окнам где забаррикадировались азовцы так то непонятно куда они делись они что сели вертолет на крыше здания и улетели что или где они вот в итоге в конце видео кадыровцы демонстрируют просто одну нашивку полка азов и как бы вот типа мы победили есть полное ощущение что они воевали против этой нашивки и видимо нашивка отстреливалась агрессивно вот как играл то такая типичная тактика типичное поведение кадыровцев но на этой войне то есть они занимаются только тем что снимают красивые видео а и забавно деле момент что конкретно вот в этом виде который который фабликовал там на фоне играет нашит ну то есть такое мусульманское песнопение вот мы вчера задавались вопросом что-то какой-то он знакомый для как будто мы где-то слышали знакомые такие мотивы нужно мы уже много занимались изучениями и сирийской войне тоже естественно мы слышали все эти наши да и прочее вот и позднее знакомые нам эксперты чарльз листер определил что это за нашит это нашит который фактически является гимном анти-ассадовской группировки воюющие в сирии ахар аль-шам иногда российские силы называли их террористами иногда называли них у оппозиции но факт в том что это анти-ассадовская группировка противостоящая режиму асада мы тем самым получается и россии вот и их нашит их гимн используется в этом видео с кадыровцами в этом неравном бою с нашивкой полка да в этом неравном бою бою с ошибка кстати удивительно что на кадыровцы даже не понесли потери вот в этом будет подробнее чтобы наверное может быть будем изучать инцидент посмотрим как он дальше будет развивать ситуации вот а в целом по этому району стоит отметить вчерашнее сообщение что погиб командир 25 отдельно воздушно-десантной бригады украинских войск что является довольно таки серьезной проблемой для группировки украинских войск сосредоточенных в северодонецке и лисичанске ну что это боевое командование для них это немного как бы отзывается вот этим мотивами которые мы видели под николаевом где вроде как убили генерала российского после чего там российские войска бежали вот ну здесь мы никакого бегства не видим но тем не менее сам парк потеря командира это довольно таки существенная утрата вот видели вчера мы подтверждение там со стороны издания wall street journal который ссылался на свои источники свои наблюдения что украинские силы отбросили россиян от города николаев и сообщает вообще что россияне в принципе далее чем далее аэропорта николаева они никогда в принципе в города особо не заходили то есть у них не было такого такого контроля над городом и вот сейчас они отброшены подальше вот при этом еще заявляет украинцы вчера заявляли что они смогли накрыть командный пункт восьмой общевойсковой армии под чернобаев кай и якобы там убили еще одного генерала по моему не говорили что мордвич мордвичевка кажется как кажется они называли назвали его вот но во первых мы не можем это подтвердить во вторых да да сама сам факт для нас является весьма странным потому что мы не замечали присутствие 8 общевойсковой армии вот там на херсонское направлении около чернобаевки вообще в россии генералов слушает нам надо понять это интересный это интересный вопрос вопрос конечно важнее не не там сколько их в целом то что попали понятно что большинство генералов все-таки в россии находится никуда не выезжали вопрос там сколько их там находится вот на местах на она просто что в какой-то момент не получилось что убили больше генералов чем у россии существует вот когда мы видим на примере украинской техники когда российское министерство обороны сообщает что она уничтожила два раза больше танков чем украины в принципе было вот и самолетами также покей с генералами непонятно слушай раз мы говорим про американскую прессу то мы с тобой не обсуждали на днях но тем не менее публикацию new york times со ссылкой на западные источники спецслужбы о том что российские потери составляют 7000 военных 7000 человек насколько эта цифра кажется тебе легитимной вообще сколько вы закладываете да по минимуму и по максимуму возможных потерь с российской стороны ну здесь я бы согласился с созданием медуза которая говорит ну отдельно отмечает что вот эта оценка западных там аналитиков западной разведки про 7000 погибших военных это именно оценочная как бы такая цифра то есть это не подсчет прям конкретно по именам пока по головам а это исходя из в целом картины боя вот и что может быть это такое верхний предел верхняя планка крица погибших хотя нам все равно кажется на данный момент что 7000 это как-то многовато может может быть что-то мы выпускаем может быть мы что-то не видим но на данный момент там покажется что это все-таки многовато то есть мы бы сказали там согласились наверно две с половиной три тысячи сейчас где-то так но 7000 мы прям даже не готовы аргументировать вот опять же может мы снова ошибаемся вполне возможно вот две с половиной три тысячи это вот вы прям уверены прям поручитесь ну да это да ну и соответственно что может быть они еще в этих 7000 и росгвардейцев например тоже считаю может быть может быть здесь вообще есть какой-нибудь там некорректный перевод ну что я не читал первоисточник на самом деле вот может быть не с ними некорректный перевод очень часто люди считают что там 7000 потерь и думать что это 7000 убитых хотя потери ты и раненые еще и пленные пропавшей без вести вот может быть может еще и так такой момент может быть вот и возвращаясь обратно к всем тем генералам и прочим как ранее уже говорил что пока мы можем потратить только только суховецкого который действительно погиб вот мне постоянно присылают фотографии которые публиковал леонид волков с похорон в екатеринбурге вроде как подтверждение того что генерал виталий герасимов тоже погиб хотя на этих фотографиях вообще непонятно чьи-то похороны там нет у меня нету фотографии венков с именами нету фотографий который 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 стояла бы над громом где было бы видно лицо погибшего там нет никаких там официальных сообщений что прошли пышные похороны такого-то генерала ничего нет то есть я не звук вставать на какие-то там свои источники ну и не знаю что за источники поэтому пока что я вижу вот эти сообщения то есть можно больше не присылать мне постоянно эти фотографии я их видел да но они пока что для нас ничего не подтверждают в этом плане мы подтвердить не можем отдельно большая тема которую я хотел бы затронуть это важно в плане вот понимание ситуации особенно для россиян вот вчера со стороны мединского прозвучало такое весьма смешное заявление на котором просто все смеялись что да вот переговоры с украиной идут но особенно мы буксуем по вопросу деноцификации почему потому что украина почему-то считает что у них нету нацбатальонов вот и все все над этим действительно смеялись вот то что нужно понимать какова ситуация общественно с батальонами в украине над батальонами мы имеем ввиду азов в основном когда говорим вот самих батальонов политически просто нету их в украине есть есть полк азов да и вообще скажи пожалуйста вот в полку азов примерно там сколько вообще человек потому что если послушать российское министерство обороны то такое ощущение что с российской армии исключительно воюет полк азов а больше никто не воюет и что вот полк азов это ровно то значит структура которая уничтожает российские танки самолеты свои же города значит и вообще как будто воюет с тысячу человек вот эти вот российские 200 тысяч по крайней мере сказать складывается полное ощущение именно это расскажи сколько там вообще народу в этом азове насколько я знаю несколько тысяч но здесь я бы отдельно отметил мы вчера когда мы обсуждали всю вот эту тематику про нацбатальоны националистов ультраправое движение в украине в контексте заявления мединского там насколько он прав не прав и насколько позиции россии там близки и правде или не близки вот у нас возник вчера вопрос вот его как как часто российская сторона упоминает именно азов то есть говорит что азов не просто националисты или неонацисты говорит что прям азов может быть я ошибаюсь но по моему мне такое ощущение что азов упоминает только в контексте мариуполя то есть когда говорят там какой-нибудь чернигов суммы харьков херсон какие-то другие города то говорят просто националисты ну да просто других националистов не заявлено как бы в ростере вот этого который российском ну вот на самом деле периодически вспоминает правый сектор хотя это еще один момент который прямо говорит о том что нет нормального понимания ситуации по украине у российских сил вот и здесь просто надо просто просто хотя бы сначала для начала давайте попробовать очертить ситуацию с этими национальными батальонами ультраправым движением украине и так далее так далее вот есть полк азов вот он это действительно такая организация среди которых в которой многие члены при придерживаются там националистических взглядов ультраправых взглядов это правда вот но многие в том числе туда идут в азов потому что он один одной самых таких подготовленных одной из самых боеспособных подразделений которые постоянно получают там всякие скажем так миштяки по той причине что это как бы опекаем люди которые были изначально опекаемые министром внутренних дел арсеном маваковым я на днях говорил с людьми которые имеют частичное отношение к азову и вообще думал даже как кого-нибудь там выцепить из их командования чтобы поболтать вот но сейчас это немножко сложно потому что они в массе своей в мариуполе там не особо есть связь и мне сказали они следующий опять же не могу понять ну нет возможности понять насколько это правда или нет мне сказали что действительно там есть люди которые скажем так прониклись эстетикой до такого правого толка но в целом с 2016 года как мне сказали они пытаются несколько от этого образа уходить даже мне сказали что у них начали с 2016 года наказывать внутри полка и исключать из него за соответственно то что ты размещаешь какую-то свастики на себе или что то не смысле татуировки понятно их свести достаточно сложно а смысле если начинают там значит какие-нибудь рисовать на своей форме на всем остальном нацистские символы то за это даже начали исключать не могу не подтвердить не опровергнуть но вот просто передаю ту информацию которую которую мне по крайней мере доносили то есть говорили что это исключительно эстетическая штука глобально это просто такое формирование которое с 2014 года условно готовилось воевать и вся их риторика и все их действия они были направлены вот на постоянную подготовку к условной войне в том числе там со взятием крыма и со всем остальным да вот возвращаясь обратно козову вот есть харьков где были кернас добкин у которых и в том числе аваков который был местным бизнесменом вот у них в целом все эти вот эти тушки и ультраправая идеология нацизм это такая большей части функция олигархическим фрезерами фрезерного клана потому что у кина кернаса и добкина были в этот оплот которые мы их и их тетушки которые в после майдана они стали батальоном днр там и уже вой воевали непосредственно в днр а у авакова были там другие свои эти тетушки вот из которых потом появились соответственно полк азов сначала батальон азов потом полк азов вот и поскольку аваков он стал таким вот чиновником министром внутренних дел то естественно они получили официальный статус они были ну и точнее есть все еще частью нацгвардии украины вот они не то есть они не вооруженные силы украины они не армия а именно нацгвардия вот и несмотря на несмотря на что они просто нацгвардия но то не очень хорошо вооружены них много там всяких интересных оборудований и прочего если мы представим что у меня была задача прессе доносификации украины то я бы просто не потребовал там иллюстрации правоохранительных органов то есть все кто имел членство вольт и правых организациях имеется ты считаю даровки исповедуются тыс и идеологию им как бы к вы на выход не нужно быть правоохранительных органов так в принципе можно было бы даже и азов очистить в итоге вот но в целом влияние всех подобных чинов которые были там таджаваков она вне азова весьма весьма граничным то есть по улицам не бродили некий какие-нибудь там за нас батальоны которых пытается нам постоянно рассказывать кремль который пытается якобы там строить строится в систему вот и сейчас в последнее время последние года их вообще влияние ультраправого джи точнее азова особенно было уменьшалось и ограничилось за счет того что авакова в сути вынудили уйти в отставку то есть покровитель ушел вот и если бы не вот эта вот война очередной этапами то само по себе ультраправое движение на по себе он так бы и заглохла и вот возвращаясь к тому же правовому сектору там его он уже он уже давно исчез из-за информационного поля украины он существует практически только в информационном поле россии то есть с тех пор как там я пошел по моему советником главнокомандующего высула там другая часть права сектора не согласилась встраиваться систему права сектора вы долго был таким незаконным вооруженным формат формированием носил такой статус в украине вот и сейчас их фактически нету они исчезли информационный из информационной среды последний что они делали это помоги до в семнадцатом году препятствовали раскраски арки дружбы народов там в радугу вот и и все с тех пор они там не особо ничего не известно и все что них известно это это новости из-за кремля потому что якобы они там ходят по украине ты продвигать свои утрена националистические идеи якобы вот то есть в целом и по части и выборов тому в раду по части посол занимающихся занимающих этом правительстве украины видно что там ультра правой диалоги она вообще не близка народу украины то есть она не распространена там они никогда не занимали им какие-то важные не получали важные большие результаты на выборах и занимали важно не занимали важными места и все бои заглохло само бы по себе а вот и не начнется эта война тем более что все все это время там тот же азов были такими маргиналами вот они утвердили что вот россия нападет россия нападет и снова россия нападет вот и особо я тоже никто не слушал то что какие-то такие маргиналы нации двигающие это в итоге россия напала снова вот и сейчас они вокруг а вот этой войны строят там новую свою легенду новый свой образ защитников украины вот и этому дополнительно помогает то в том числе и то что там зеленский вчера наградил некоторых командиров азова за защиту мариуполя в том числе публичном пространстве у них уже нет образа ультраправых на данном этапе да то есть сейчас у них образ больше такой именно как защитников украины вот даже вот этот всего движения там у наунсо упа вот многие в россии же представляют что это такие вот именно что их этом прославляют как таких там фашистов националистов вот дегометов хотя в действительности там больше поддерживает то что они там мы защищали там украину во время второй мировой войны вот а не то что они там проводили какие-нибудь условно этнические чистки вот и в целом изменение политики украины по части ультраправой идеологии национализма можно заметить в том числе и потому что именно администрация зеленского она открыто осудила вот марш этой дивизии сс галичины которые они там устраивали в киеве там собрался что пока 100 200 человек то есть если при порошенко это было так условно то есть как бы типа ну да да ну да не хорошо как бы то здесь администрация президента прямо открыто выступила они осуждали подобный марш вот этим тем самым фактически видимо совершенно пропал полностью обратно этому тому что заявляется в нарративе кремля а в итоге благодаря благодаря действиям кремля получается ровно обратно тому чего чего они хотят добиться то есть они заявляют что там расцветы националистических движений но благодаря вторжению как раз таки этот расцвет и получится вот они хотели подальше чтобы вы были силы нато но благодаря вторжению сила нато как раз кейбы и будет и будет больше так что план прям таки надежно прям как все царские часы впрочем и всегда слушает правильно ли я понимаю что азов сейчас скорее занимает нишу ну репутационно да или как сказать визуально такой ультра патриотической организации то есть вот что как бы они значит позиционируются как защитники украины максимально и вот именно на этом строить свою идентичность сейчас безусловно да это это именно так и есть они как я сказал они сейчас строят свою новую легенду именно вокруг этого образа защитники мариуполя защитники украины борцы с агрессором борцы с русскими вот то есть как бы сами отдельные элементы там национализм мусульман прямо прямо скажем национализм уходит как бы на второй план и на первый план поднимается вопросами защиты родины вокруг которого и которого естественно все объединяются и тем самым вот эти ультра правое движение там которые были там совсем совсем малочисленными и вымирающими на волне войны они получают конечно же приток новых сил и эмоционально заряженных людей которые понятное дело когда видят что тут вторглись русские убивают их там родственников соседей друзей то конечно же они начнут испытывать ненависть там к нам и записаться в том числе такие отряды азов азов ведь ведь не только он там как и сказал что у него есть члены с ультраправовыми взглядами но он ведь еще и хорошо борзу вооруженный будет подготовлен поэтому естественно все хотят в более подготовленные подразделения идти вот они попадают и идут собственно в азов судя по твоему описанию довольно скоро мы увидим как бы действительно серьезное столкновение между азовом и российскими силами в мариуполе в ближайшую неделю мы этого ждем правильно да да скорее всего будем мы увидим много городских боев скорее всего хорошо смысле ничего хорошего конечно тем не менее скажи пожалуйста за какими еще направлениями мы продолжаем следить и вообще есть ли какие-то изменения на поле боя или же война перешла в какую-то такую странную затягивающийся стадию а ну сейчас мы видим стадию подтягивания новых резервов новых солдат и со стороны россии то есть мы видим много поездов с техникой которые которые везут по россии в сторону границы с украиной то есть когда началась к началу войны мы вот эти вот поезда замечали но был было довольно таки редко но это было не так много то есть они продолжали пребывать но было ощущение что это просто доезжают остатки которые изначально планировали послать первые дни войны было довольно таки тихо по части новых колонн новых поездов а сейчас там начнет разгоняться то есть сейчас мне уже каждый день присылают фотографии видеозаписи что там вот я снял в уфе поезд с техника едет вот я стал там саратове поезд техника едет вот я снял там в приморском крае поезд техника ей то есть все больше 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 идет темп и плюс мы получаем сообщение новом призыве контрактников то есть и том числе срочников уговаривают перейти на контракт и даже сама армия убрала некоторые бюрократические проволочки чтобы тем самым ускорить темп набора контрактников в частности раньше как если вы срочник и вы хотите перейти на контракт перед подписанием контракта вы должны были пройти еще одну военно-врачебную комиссию вот но и виду всяких там очередей у врачей в этих госпиталях там впрочем это занимало там до месяца полутора чтобы пройти еще 1 военно-врачебную комиссию теперь остается с новым указом проходить новую военно-врачебную комиссию не не нужно достаточно заключения врачей которые было на этапе призыва на срочную службу и уже с этим результатом вы можете подписать контракт и отправиться там сразу там в украину воевать тем самым как бы военные чиновники убрали такой момент чтобы ускорить набор контрактников именно вот этот этап мы сейчас набор набора сил мы и видим мы ожидаем что соответственно и эти силы будут брошены там и на киевское направление и его дальше соответственно на изюмская бильзи северодонецка и сичанска только еще может продлиться война какие есть сценарии в зависимости от того будет ли в конечном итоге там путин готов на мобилизацию резервистов открытую фактически без мобилизации невозможно уже на этом этапе ну там захватить всю украину без мобилизации спустя какое-то время не за этом несколько недель может месяцев ну что вы на нашу не или не не линейная идет на какой-то момент и могут быть там операционно-тактические паузы где-то момента будет активные штурмы так вот там несколько недель месяцев она вот так вот может еще течь как происходит сейчас вот но дальше она либо должна перейти в белотекущую стадию когда там на все закрепились на условно своих местах на которые успели к тому моменту завоевать завоевать и дальше начинается политическое противостояние либо нужно набирать откуда-то новые силы прямо в большом количестве например в плане мобилизации чтобы достигать изначально поставленных целей спасибо большое что посмотрели если хотите поддержать канал то можно подписаться на патреон ссылка в описании но если у вас зарубежная карта или если вы находитесь сами за рубежом потому что российские уже не работают с вами был майкл наки увидимся в следующих видео всего доброго пока и и и и и